Расскажи, расскажи про свой автомобиль. Вот расскажи, я прям взял и показал. Во-первых, это тонированная пятерка BMW. Да, ростовская, что немаловажно. Ростовская пятерка. Во-вторых, я вижу, что она заниженная. Причем, я так понимаю, что не из-за того, что там сидит много народа, да? Нет, у нее спереди стоит занижение 3,5. Только потому, что из-за музыки она села. А из-за этого морда поднялась. Пришлось не сжать морду. Но это она сейчас не сидит. Диски тормозные у нас стоят нестандартные, я так понимаю. Да, и не очень хорошее решение. Бьют все-таки, да? На самом деле, это для поездки были перебуты колеса в 17-е. У нас колеса здесь стоят 8-20. Вот смотри, ты сейчас занимаешься проектом из грязи князя. Какое твое мнение об этом проекте, что ты вот сейчас увидишь, что тут происходит? Я ожидал увидеть хуже, но я вижу, что работа кипит. И машины, которые вот на самом деле, уже им пора было на свалку. Сейчас им Антон со своей командой дает вторую жизнь. И это очень круто. Я не ожидал увидеть здесь уже вот такую кипящую работу. И очень понравился подход к проекту и подбор автомобилей. Я не знаю, кто выбирал. Этот человек будет заниматься музыкой. Вы, наверное, представьте, как тебя зовут. Александр Винников, компания Loud Sound. Он будет заниматься музыкой, настройкой, установкой. Он основной по музыке, по акустике и по всему остальному. На данный момент он строит конфигурации для автомобиля. То есть все музыкальные моменты, мониторы, колонки и там все остальное будет идти через него. Ты рад? Я очень рад. Я надеюсь, у нас будет очень плодотворное сотрудничество. И мы не подведем Антона и сделаем в уровень всему тому, что Антон задумал с подвеской, с кузовом и салоном. Мы постараемся сделать музыкальную составляющую не хуже, а может быть даже лучше. Смотри, ну давай теперь, чтобы как бы видеодневник не был пустой. Расскажи про свою пятерку BMW. Это 525, да? 3. 523 она называется. 523, 2.5 Atma. 6. И так далее. Еще год какой? Конец 2011 года. Ну вот и в декабре будет 4 года. Ну раз уж ты занимаешься. Слушай, а шумоизоляцию положили, да? Полная шумовиброизоляция. Что-то дверь легкая просто, нет? Музыка в машине. От музыки добавилось 300 килограмм. Плюс 300, да? Да. У нас здесь кое-что в стадии... Работки. Ну еще в стадии установки. Вот здесь у нас будет закрыта акустическая ткань. Итальянская ткань. Здесь у нас уголки конечно еще встают. А на что это? На звуковое давление? На качество? Это громкий повседнев. То есть здесь не... Ну включи громкий повседнев. Вот так вот. Сейчас мы... У тебя что-то не работает? Так это уже меня настораживает. У нас есть обзор и подготовки этой машины. И как бы уже в рабочем состоянии. Но сейчас мы ехали и везли обшивки Антону. Поэтому мы с багажника выгрузили сабвуферы. Мы можем сейчас показать у нас силу. Это дополнительный аккумулятор. У нас три АГМ аккумулятора стоит. Вот эти с пусковым током 4000 ампер. Для сравнения, КамАЗовский у него пусковой ток 700 ампер. Здесь каждый по 4000. На КамАЗах тоже крутая музыка стоит, да? И этот 3000. На КамАЗах надо запускать моторы. Здесь у нас надо запускать двигатели. Вот там у нас стоят усилители. Здесь демонтировано пока сабовое звено. Здесь у нас стоит большой короб. Еще один усилитель на нем стоит. Ну сейчас нельзя включить даже что-то хоть примерно. Мы можем включить. Сейчас будет очень громко. Но это, к сожалению, будет без низкочастотности. Короче, включай. Не на полную мощность. Ну давай. Ну давай, вот я вот сюда встану. Будет это слышно или нет? Ну что-нибудь такое, не попсовое. А то мне... Потом нам придется отойти вон туда куда-нибудь далеко, чтобы то же самое так же будет слышно. Нормально. Я тебя сразу... У тебя даже айфон вот закрылся с таким звуком, что эхо на всю музыку было. На всю улицу, понимаешь, было эхо. Про эту машину очень много можно рассказывать. И про нее еще не было полного обзора. Мы снимали только процесс пока. А почему у вас так спинки? Это как спортивный стиль езды какой-то? Нет, мы тебя ждали. А, я понял. Хорошо. Хорошо. В комфортном режиме. У нас есть видео, к сожалению, не без косяков. Эта музыка ломает нам машину. У меня отвалилась уже вот эта штука. Здесь аварийный знак остановки, аптечка, которая была. Все вывалилась. Да, у меня заедает замок. На самом деле надо попроще сделать бас. Да, вот, можешь посмотреть. Это как серпом по яйцам владельцам BMW. Мы прямо в кузов вкручиваем номер. То есть номер вибрировал, да? И его выбивают просто. Ты знаешь, мне нравится эта машина внешне. Она такая без понтов. Мне даже, вот, не кажется, двадцатые диски были бы лишние. Вот она какая-то вот такая вот особенная. Очень хвалят. Очень хвалят. Особенная. Рисунок очень достойный. Слушай, а вот как сказалось, вот плюс триста килограмм на динамике автомобиля хватает? Ну, я не езжу так. Ну, драгрейсингом не занимаюсь. По трассе на ней очень комфортно ехать там. Какой драгрейсинг и BMW? О чем ты говоришь? Двести сорок она набирает. Ну, посмотри, я думаю, что очень даже хорошо на V8 она смотрится на двадцатку. Ну, V8 это классика жанра уже на самом деле. Скажи, ну вот мы сможем раскачать проект по музыке нормально? Ты сможешь, вот, ты думаешь, вот как вот все, что ты увидел машины, конфигурации, будет круто, да? Я думаю, что они будут разные. И мы каждой машине, у нас индивидуальный подход. Какая-то будет классический, обычный повседнев. Какая-то с упором на громкость, какая-то с упором на шиг, на дороговизну и... На концертное выступление некоторых персонажей, да? Да, я думаю, мы эстрадку поставим в некоторые автомобили. И в любом случае у нас индивидуальный подход будет каждому автомобилю. И поэтому, ну, у нас нет права на ошибку здесь. Проект очень... Мало того, что интересно, он очень патриотичный. Это же наш ответ. Ну, я понял, да. Он должен быть... Он должен быть вау. Я, если честно, сам очень волнуюсь. В общем, но, тем не менее, работа кипит, все нормально. Что? Давайте пойдем дальше. Приступим за работу. Пойдем работать. Так и так. Здравствуйте, дорогие друзья. Я немного халтур. Я могу вам признаться в том, что не успеваю снимать полноценные тест-драйвы. И вот таким образом выкладываю ответы на вопросы. Я сохраняю ритм выхода видео, регулярность выхода видео. Мы сейчас снимаем очень много. Я надеюсь, скоро контент моего канала наладит сериал «Геленваген», потому что у нас у меня проблемы с регулярностью из-за того, что вы видите на заднем плане. Постоянно снимаем. Мы круглосуточно снимаем. У нас семь операторов. И помимо того, когда ты снимаешься целый день, ты еще должен в конце дня сесть в машину и сделать тест-драйв. А это очень сложно. Это эмоционально. У тебя не хватает эмоций и ничего, потому что ты очень устал. Потому что на данный момент у нас здесь «Скайлайн» 33-й, 140-й «Мерседес», у нас «Уазик» козел, «Посад Б» 3-й, 39-ка делается, «Форд Скорпио», то есть «Копейка». И там еще стоит… У нас, кстати, осталось одно вакантное место, поэтому мы сейчас думаем, какой автомобиль мы возьмем. Сейчас вы видели некие моменты из видеодневника, так скажем. Думаю, может быть, они вам будут интересны из того, что здесь происходит, как это бывает. В общем, людей, которые будут заняты на проекте, это, на мой взгляд, одни из самых лучших в своем деле. И люди, которые будут заниматься салоном, и люди, которые будут заниматься музыкой, трансмиссией, кузовом. Все вы с ними познакомитесь с течением моего видеодневника. Некоторые всплывут в сериях с Геленвагеном. Поэтому эти персонажи достаточно будут известны. Надеюсь, они вам понравятся, они вам будут интересны. Вы, наконец-то, увидите, что такое настоящие специалисты, как они работают. Потому что все-таки люди, которые будут в этом проекте сниматься, заслужили себе положительную репутацию. И это вовсе не является рекламой, и вы все их прекрасно знаете. Сейчас я не знаю, какой видеодневник я ставлю, но, тем не менее, кто-то, в общем-то, из них будет. Итак, значит, я сегодня отвечаю на ваши вопросы. Первый источник ваших вопросов – это мой Инстаграм. Кстати, подписывайтесь, ссылка снизу. В Инстаграме у меня 575 вопросов. Первый вопрос. Макадон Сергей, ты не считаешь, что из-за большой паузы и отсутствия интересных видео на канале люди начнут канал, начнут сдавать обороты. С ошибкой немножко написано, не слишком большая пауза и затишь. И дело в том, что я всегда позиционировал свой канал как хобби. То есть доход YouTube, я никогда не считал себя блогером. На самом деле здесь двоякая ситуация. С одной стороны, сейчас я делаю очень много для канала, просто так как это нужно снимать сериями отдельно, поэтому есть такая небольшая пауза. На прошлой неделе я выложил два тест-драйва. Это «Лада Веста» новая и «Лада Калина НФР». Достаточно много просмотров, очень хорошие отзывы. Естественно, когда за миллион переваривает видео, как это случилось с «Вестой», начинаются негативные комментарии. «Почему ты не любишь тазы?» «Почему ты не любишь так?» «Зачем ты так, значит, ее немножечко как-то…» Даже я слышал, зачем ты унижаешь российский автопром. Я не унижаю, я просто показываю очевидные вещи. Если есть заусенцы, мы крупным планом показываем эти заусенцы, я о них говорю. Вы сами можете понять, как это влияет. Ну, если вы выкладываете 650-800 тысяч рублей, и вам будет дан автомобиль заусенцем, я думаю, это может быть какое-то неуважение к покупателю. Потому что заусенцев, таких, как я видел на «Весте», ну, не знаю, не делает, наверное, никто. Вот. Это первое. Второе. Возможно, это был первый автомобиль. Собор не очень качественный. Я об этом видео сказал. Поэтому я думаю, что как только видит первый серийный образец, мы обязательно снимем сравнительный тест-драйв. Мы возьмем Kia Rio. Мы возьмем… Hyundai Solaris, наверное, брать не будем. Мы возьмем полуседан и, например, Logo. И сравним. И реально там крупным планом я покажу. Шумоизоляцию в салоне. Возьмем шумомер. Я погазую в салоне, например, Vesta. И потом сяду, например, в полуседан или там в Kia Rio и тоже погазую. Мы покажем визуально разницу в шумности. Я надеюсь, что серийные образцы, которые будут поступать в серию, будут намного лучше собраны. Опять же, я об этом говорю. Но то, что на данный момент у автомобиля потрясающая управляемость, то, что дизайн нельзя назвать скучным, унылым, его обсуждают, мне кажется, это уже огромный прогресс. Но мы, опять же, не знаем, сколько бы денег потрачено в создании этого автомобиля. В общем, я реально за то, чтобы в России был хороший, интересный автомобиль. Я думаю, работники АвтоВАЗа, которые посмотрели, возможно, мой тест-драйв тоже как-то, может быть, не были довольны. Но, к сожалению, я не могу врать. И сказал так, как все это было. Если плохая шумоизоляция, это действительно плохая шумоизоляция была. Так, дальше. Почему Гелик под 63 не сделал? Ну, на данный момент еще рано говорить о том, в какой стайлингу будет сделано, потому что вы не видели все серии. Вот. И если, например, я выкладываю некоторые скрины в Инстаграм, это значит, что это не финальное. Это было снято давно. И они будут выходить по очередности. В этих сериях я прямо в подробности буду рассказывать о том, как я покупаю какие-то вот, ну, детали. Как мы настраиваем мотор. Что случилось с мотором. Вся история, да, создания этого Геленвагена. Вот. То есть она будет показана из глубины. Я думаю, даже, может быть, слишком много я личных вещей какие-то туда засунул. Но я думаю, вам будет интересно. И мы будем читать полностью все затраты на автомобиль по созданию. Потому что всем будет интересно, сколько будет стоить переделывать. Геленваген из обычного старого в новой. На которой будут засматриваться все окружающие автомобилисты. Я думаю, он вызовет такой эффект. Потому что автомобиль действительно получился уникальным. Нафига столько тестов тазов? Когда будут тесты Toyota Camry 40, Outlander XL? Все выходит по мере их появления новинок. Вот. Значит, я бы еще очень хотел сильно протестировать, значит, новый Duster обновленный. Был бы интересно посмотреть на полу седан, чем он изменился. Но я думаю, это будет сравнительным тест-драйве. Интересно было бы поездить. Кстати, мы это можем сделать на Сантеро на роботе. Вот. У нас появился новый Kia Ceed с новым мотором. И опять же на роботе в России начал продаваться. Это тоже достаточно интересно. Вышло много новинок. Поэтому, опять же, было в интересе мне Ford Mondeo, например. Что там? Audi Q7. Очень много автомобилей. Они все новые. Несмотря на то, что они из разных ценовых категорий, но они всем будут, мне кажется, интересны. Доброго дня! Для из грязи в князи все машины набраны на апгрейд. Я вам могу сказать, что у нас есть еще одно вакантное место. Потому что некоторые автомобили, которые мы рассматривали, мы вроде как с ними определились, но когда начинаешь смотреть, ты понимаешь, что проще купить новый автомобиль человека, но передача, возможно, из этого не получится. Потому что некоторые автомобили буквально нельзя поднять на подъемник. Они могут сломаться посередине, если, ну, проламливаются места снизу днища. Поэтому это просто... И, грубо говоря, напихивать туда электронику, музыку, ставить колеса, подвеску, резину, то есть, ну, это не будет... Нет никакого смысла, потому что она через полгода, в принципе, под этим весом сама и развалится. Так. Антон. Что насчет GDM в вашем проекте «Тачка на прокачку»? Будет ли делать чисто корч? Ну, будет один корч. Вот. Он будет японским. Ну, я думаю, будет интересно. Но я пока не хочу раскрывать всех секретов, иначе потом будет неинтересно смотреть. На данный момент, кстати, хотел сказать, мы не испытываем проблем с партнерами. Мы набрали много партнеров по запчастям, по материалам, даже по показочным материалам, по дискам. Были слухи о том, что там какая-то угроза создания проекта, то, что не хватает денег, финансирования. Пока мы не сделали 10 машин, но пока примерно все выходит, все выходит не так страшно, как я думал. Вот. Но рано говорить о затратах моих. Пока мы не сделали полностью 10 машин, потому что машины, я вам скажу честно, в отвратительном состоянии. Половина из них приехала на эвакуаторах, хотя заявлялось то, что эти автомобили ездят каждый день и без проблем. Когда я говорю человеку, пригоняя автомобиль на такую-то улицу, машина приезжает на эвакуаторе, например. Добрый день, Антон. Хотел бы приехать жить в Москву? Да, нет. Почему? Спасибо за интересные обзоры. Все уверены в том, что я приехал жить в Москву. На самом деле, я нахожусь в Москве на моменте создания проекта. Москва – это, считаю, один из центров, мировая столица даже, да, то есть один из центров мировых. Но все равно привыкаешь жить в провинциальном городе, где ты из одного города можешь, из одной точки города можешь заехать в другую за 20 минут. И когда ты здесь едешь 5 километров около часа, ты примерно понимаешь, да, сколько ты времени теряешь. Мне кажется, основная проблема в Москве – это пробки, первая, и стоимость жилья. А все остальное мне полностью все устраивает. Понравилось ли тебе в Тольятти? В Тольятти, к сожалению, я был сонный. Мы с оператором не спали всю ночь, поэтому нам не удалось посмотреть город. Мы нас с одной локацией привозили на другую, мы успели снять два тест-драйва. Ну, в общем, результаты вы видели. Идем дальше. Как ты относишься к BMW E36 325 и стоит ли ее брать под проект? Во-первых, как я отношусь к BMW E36? Сложно сказать уже, как я отношусь. Если это новый автомобиль, это просто шикарный автомобиль, это задний привод, это хорошая жесткость кузова, это хорошая развесовка, это четкая управляемость. Опять же, это рядная знаменитая шестерка с таким дозвоном, который выкручивается на верхах. Но так как сейчас автомобилей уже, в принципе, новых нет, в хорошем состоянии их осталось очень мало, поэтому нужно каждому автомобилю внимательно смотреть все зависит от состояния. Есть такая рухлячь, что за нее даже смысла нет браться. Они уже гнилые насквозь и только разбирать по запчастям и искать донора. Поэтому под проект, безусловно, это интересный автомобиль, но у нас уже в проекте есть 39-я BMW. Возможно, появится еще одна, но вот пока у нас одно вакантное место. Причем составлен список автомобилей так, чтобы были довольные любители японских автомобилей и немецких автомобилей. То есть и французских хотел бы я сказать, но пока не могу сказать вам в этом. Вот. И отечественный автопром, в общем-то, мы постарались охватить самые популярные слои, так скажем, автомобильных фанов, чтобы всем было интересно. Причем у нас есть и внедорожники, у нас будет и комфортный автомобиль. Вот, пожалуйста, комфортный автомобиль. Крыло сгнило настолько, что кое-как нашли крыло на этот автомобиль и приварили его заново. То есть пока еще не приварили. Вот. Также дальше вы можете увидеть УАЗ, который находится в разобранном состоянии. Даже вот сейчас они приладили крыло, дверь закрывается идеально. Вот все-таки 140-й гениальный автомобиль. Сделал я обзор на Мазду RX-8. Мазда RX-8, безусловно, очень интересный автомобиль, но пока не удалось найти автомобиль в хорошем состоянии. И мне никто ни разу не предлагал протестировать Мазду RX-8. Это, конечно, печально. Если кто-то предложит, я обязательно протестировал, потому что новых их уже не осталось. Антон, добрый день. Сделал обзор Skoda Octavia. Я уже сделал обзор Skoda Octavia и с удовольствием сделал обзор Skoda Superb. Вот, кстати, еще одна громкая новинка. Суперб, мне очень интересно. Так как я сейчас нахожусь в Москве, у меня огромные проблемы с пресс-парками автомобилей. Приходится напрямую с ними работать, а там, оказывается, какие-то стоят нереальные очереди. Мне сложно взять автомобили с пресс-парка, надо какие-то письма писать. И это все. Раньше в Чебоксарах мне было намного проще находить автомобиль, много друзей, знакомых. Весь премиум я, значит, брал у друзей, и мне было легче здесь на время проекта съемок. Вот сегодня мы взяли, значит, из пресс-парка Renault Sander Stepway. И вот тоже достаточно долго искали там какой-то автомобиль для того же для проекта, чтобы там можно было ездить за запчастями, еще что-то. Такой развозной автомобиль. Премиум вообще недоступен. Поэтому, если вы пишите, пожалуйста, мне в почту с пометкой тест-драйв. И если у вас есть интересные автомобили, мне надо снимать тест-драйвы. Мы снимем обязательно. У нас есть семерка BMW 745, у нас есть новая семерка BMW, мы об этом снимем. Потом, что мы еще можем снять? Очень много чего можем снять. Но если у вас есть интересный автомобиль, пожалуйста, без проблем, я в Москве. Пишите на почту и буду ждать ваших предложений. Давайте перейдем в контакт. Посмотрим, что нам там задавали. Итак, Дмитрий Нануев, 27 лайков. Антон, я пишу этот вопрос тебе уже миллионный раз. Ответь хотя бы на него хоть раз. Забери обзор на Volvo XC90, желательно дизельную 2.4 или с ямахинским двиглом 4.4. Сравни ее по грязи с геликом, а лучше с геликом и другими кроссоверами. Ну, конечно, XC90 с геликом – это просто милое дело, я даже не знаю. Значит, у нас был, конечно, замечательный тест-драйв XC60 с Геленвагеном. Но вы понимаете, что мы сравнивали эти автомобили в грязи, но там не было глубокой грязи. Автомобиль не утопал там, потому что у него просто широкая резина и все остальное. Да, Volvo достаточно хорошо гребет по грязи, но если там не глубоко. Вы поверьте, если ей кинуть глубокий снег, глубокую клею – это не вариант. Она хорошо гребет, когда у нее колеса на 1-2 см грязь утопают, она еще едет. Грязь усиливает эффект бездорожья и налипания. Но поверьте мне, где XC60 ездила с геликом, там как бы абсолютно проехал бы любой кроссовер. Я думал, смотрел, пересматриваю еще раз. Потом мы взяли обычный там какой-то Hyundai Santa Fe и поездили там. Но, к сожалению, у него там муфта нагрелась и он встал, но тем не менее он тоже уверенно ехал там. Поэтому это все спорно. Это все спорно. Не думаю, что автомобиль XC90 составит конкуренцию Геленвагену. На легком бездорожье, может быть, она проедет. Но, естественно, мы не можем кинуть XC90 в снег, в лед. Там, где Геленваген может проехать. Вы прекрасно видели тест-драйвы с покатушек зимних, где у нас была XC90. Она просто не заезжала туда, где ездили гелики. Значит, дальше. Если XC60 фору дает Гелику, то интересно, что покажет XC90. Я ответил сам заранее на его вопрос, хотя я не читал дальше. Пишу этот вопрос уже не в первый раз, потому что у меня был XC90. Его пришлось продать по семейным обстоятельствам. Но любовь к этой машине у меня осталась навсегда. Надеюсь на твой двигантон. Я, похоже, стал такой же, как и ты, помешанный на тачках сумасшедший, который готов палить на все деньги. Ребята, поддержите лайками. Может, мне хоть шанс повезет. Ну, в общем, я ответил на этот вопрос. В общем, если мне кто-то предложит волю XC90 в Москве, я обязательно сниму. Обязательно. Значит, очень много почему-то людей ругаются в комментариях. Я так понимаю, есть люди со страницы Давидовича, есть люди с моей страницы. И постоянно, когда, значит, доходят к какому-то обсуждению, у них, значит, рождается личная неприязнь друг к другу. Причем даже они друг друга не знают. Я считаю, что вам нужно проще относиться к нашим каким-то скандалам. Да даже скандалам. Просто некоторые темы. Ну, кто как на это реагирует. Я не уверен за Давидовича, как он реагирует. Но я абсолютно спокоен. Я всегда буду стоять на своем. И не испытываю никакой к нему злости абсолютно. Что у него внутри творится в голове или еще что-то, я не знаю. Это его уже проблема. Он может это афишировать, может не афишировать. Мне это не особо интересно. Поэтому я считаю, что вот ругаться вам, причем я как уважаю и фанатов Давидовича, я очень сильно уважаю своих фанатов, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что самый лучший выход из каких-либо ситуаций, это хороший и правильный контент, который поможет вам в чем-то разобраться. А именно в автомобилях. Я считаю, что тест-драйвы должны быть полезные. Должны быть какие-то некие советы. Может быть, кого-то... Может, какие-то контраварийные... Я пытаюсь что-то сделать, придумать какие-то основы вождения контраварийного, как не застрять там или еще что-то. Потому что за момент... Просто когда ты тестируешь по 200-300 автомобилей в код, например, у тебя уже складывается общее впечатление о том, как нужно себя вести в некоторых ситуациях, в экстремальных или еще что-то. Что такое аварийное скольжение. Ты просто сам, нехотя, начинаешь уметь ездить и моментально подстраиваться под любой автомобиль. Вот сейчас, например, если я езжу на Геленвагене, я могу сесть в «Ладу Гранту» и быстро проехать на ней круг. Раньше я этого не мог сделать. У меня выработалась привычка перестраиваться быстро под любой автомобиль и, может быть, уже лучше чувствовать за 2-3 года, которые я снимаю это здравие. Поэтому я считаю, что... изымать какую-то пользу и из тест-драйва Давидыча нужно, и из моих тест-драйвов. Как правильно выбрать автомобиль? На что стоит обратить внимание в новом автомобиле? Потом вот этот проект «Из грязи в князе». Там будет много вещей про то, как сохранить автомобиль, то, как нужно, например, использовать автомобиль в наших российских условиях, как они гниют, когда гниют, почему они гниют, как нужно правильно покрасить автомобиль в условиях гаражных. Поэтому по обслуживанию автомобилю, по маслу... Ну, вот выложили мой конфликт с Давидовичем. Ну, там 600 с чем-то тысяч просмотров. Кому это интересно, я не понимаю. Вот я этого не понимаю. Я считаю, что вы, как зрители из всего, должны извлекать пользу, а не вот эти наши эмоции. Эмоции отрицательные — это плохо. Самое главное — работать, развиваться и не останавливаться на развитии, не останавливаться на достигнутом. И поэтому я стараюсь делать такие достаточно масштабные проекты. И есть некий косяк в том, что я за мной. Очень за многое берусь. Сначала так. А потом, может быть, проект у меня затягивается. Но «Геленваген» я не стал выкладывать по очереди, там, по моменту готовности. Я хотел сохранить тенденцию выхода серий. Регулярность. Если бы я начал снимать по мере готовности все, у меня бы были такие же косяки, как с 12-й. То есть серия вышла, вторая на следующей неделе, через месяц другая серия. А мне очень главное, чтобы раз в неделю выходил «Геленваген». Чтобы, например, раз в неделю выходил видеодневник, например, с проекта «Из грязи князь». Поэтому, в общем, стараемся, работаем. И вы должны понять, что что бы я ни делал, я делаю это все для вас. Я очень слежу за вашими комментариями, я очень слежу за рейтингом видео. Поэтому я очень сильно благодарен, кто меня понимает, поддерживает и ставит лайки. Даже на те обзоры, которые, может быть, вам не кажутся веселыми. Даже на те обзоры, может быть, которые вам кажутся не очень информативными. Но вы со мной, я очень вам благодарен. Спасибо вам большое за понимание, потому что, я еще раз говорю, не успеваю делать некоторые вещи, создавая что-то новое и более масштабное. Сколько денег «Гелик» вложил? А для этого вам нужно посмотреть все серии. Там прям в начале я сижу с кучей денег. Ну, как с кучей? Для кого-то это нет, кучи для кого-то нет. И там эта куча будет из каждой серии. Там уходи. Так, дальше, значит. Давай тест-драйв маркообразных. Пожалуйста, вот в Москве. Кто ездит на марке 2? Да? Ну, на какой-нибудь Альтезе. Я не знаю. Ну, давайте, дайте любого мне праворукового японца. Я ни разу, хотя в проекте у нас есть праворукий Skyline, я ни разу не ездил на праворуковом автомобиле. Ни разу, по-моему, не будет тест-драйва. Думаю, будет это очень интересно. Поэтому пишите в почту. Покажешь момент аварии в тест-драйве, так будет интересней. 29 лайков. Алим Кочетков, по-английски было написано. Значит, недавно случилось в Питере ДТП. К сожалению, этого момента нет в тест-драйве. Вот, поэтому... Ну, оно было не сильное, все разъехались своим ходом на своих автомобилях. Такое, косметическое. Поэтому ничего страшного там не произошло. Айдар Насыров. Часто бухаешь, 15 лайков. Я не пью алкоголь вообще. Я раньше пил алкоголь, да. Но в последнее время я вообще решил завязать не из-за того, что я как-то спивался, там, Настя, там, Настя. Уходил в запой, там, да, не мог остановиться, превращался в свинью по пьяни. Просто я понял, что ничего в этом интересного нет. Особого кайфа я не получаю. И на данный момент я могу сказать, что я не курю сигареты, я не курю кальян вообще. Я не пью алкоголь, ни пива, ни вино вообще не могу. Такое исключительно, значит, самое мое большое развлечение – это Coca-Cola и кофе. Все. Так, 25 лайков. Уже, наверное, четвертый раз пытаюсь спросить. Надеюсь, ответишь. Когда вы 140? Ребята, поддержите лайками. Вот здесь у нас вот 140 стоит. Он был в хорошем состоянии, вы видите, да. Но вот пришлось… Теперь я знаю полностью все про 140-ое. Изнутри каждый шов. Поэтому, думаю, можно будет снять тест-драйв. Но вы очень подробно об этом автомобиле. Все нюансы по салону, по электронике, по музыке, по кузову, по ходовой части. Будет очень подробная серия. И сериал «Из грязи в князе». Там, где вот он в начальном состоянии стоит достаточно плохом, потом его разбираем целиком и собираем заново, приводим в охрененное крутое состояние, которым… Я думаю, это будет автомобиль, которым владелец наконец-то сможет гордиться. Автомобиль сюда приехал на эвакуаторе. Из Сибири. Дальше, значит, идем. Значит, что с турбосемеркой 456 лошадей? Где видео о затратах на BMW E46? 31 лайк. Сейчас я нахожусь в городе Москве. Да, мог бы снять раньше. Про E46 могу сказать, что там разлетелась раздатка. 120 тысяч поменяли. Мотор живой. В принципе, все. А так все нормально. Хорошие автомобилики. Значит, турбосемерка так и не поехала. По-моему, ребята забили на этот проект. Она, в общем-то, и не уезжала. В общем, тут ничего интересного там не происходило, поэтому я решил пока не снимать никакие серии. Так. Будет ли Volkswagen Vuitton? 19 лайков. Александр Смоляр. Перед тем, как я ответить на этот вопрос, я вот сейчас, значит, сижу и думаю. Я очень часто в своих комментариях вижу людей, которые очень хорошо разбираются в автомобилях и задают дельные вопросы. Мне это очень приятно. Мне очень приятно. Человек, например, 15-16 лет ему, и он очень хорошо разбирается в автомобилях. Мне приятно, что я собрал действительно аудиторию, которая разбирается в автомобилях, что мой канал смотрят люди, которые хотят что-то о них узнать. И у них есть в этом познание. Вы просто посмотрите ради интереса, насколько дельные диалоги в комментариях. Конечно, есть и ругань и все остальное, но вот просто посмотрите. Реально по делу. Я иногда читаю, я прям сам удивляюсь. Вроде парень рассуждает про моторы, про турбину, про возможные проблемы, про стейдж, про конфигурацию. Сколько она поедет, эта машина? И скольки секунд она выйдет? Какие могут быть проблемы? Какая турбина подойдет? И потом смотришь, ему там 15-16 лет. И ты просто... Это круто. Я таким же был. То есть у меня не было никакого абсолютного опыта в гонках. Никогда больше 120 не ездил. Никогда не чувствовал ускорение быстрее 7 секунд до 100. Но я уже все знал, я был полным профессионалом. Я был все. Я готов был с любыми спорить, доказать свою точку зрения. Потому что... Потому что... Так вот написано в интернете. Поэтому таким ребятам я бы хотел пожелать. Вы на правильном пути, вы развивайтесь. И вы можете утереть нас любому. И все-таки... Желаю вам, чтобы ваши все теоретические знания дошли до практики. И вы все-таки поездили реально сами на этих автомобилях и ощутили, о чем вы спорите. От пи***ча то так и будете оттроллить. 33 лайка. Нет, я не буду это делать. Пусть он гуляет спокойно. Зачем мне он гуляет? Зачем? 16 лайков. Артур Попов. Почему в последнее время нет дорогих ЭБУ автомобилей? Далеко не все могут себе позволить покупать рейнджи, гелики и Jaguar. Кому интересен вопрос, поддержите лайками. 16 лайков. Я готов. Вот я готов. В Москве пишите мне. Пишите. Давайте сделаем Ford Focus 3. Я не знаю. БУ. Пишите, пишите, пишите. Потому что здесь я никого не знаю. У меня есть связи с представителями Audi. У меня есть связи с представителями Land Rover Jaguar. У меня есть связи с Kia, с пресс-парком. Там я могу взять любую машину, но эти все тачки я почти протестировал. Они мне готовы дать любой автомобиль. Без проблем. У меня почему-то не выходит на связь компания BMW. Почему вы не уходите на связь? Я хочу снять импиатру. Почему вы не выходите на связь? Почему вы снимаете, значит, некоторые замечательные ролики с некоторыми блогерами и прям ваш руководитель там снимается. А ко мне даже машинам этот тест не дают. Почему так? Вот. Поэтому я хочу обратиться. Может быть, люди из представительства тоже это смотрят. Пожалуйста, пишите. Например, заголовок. Пресс-парк BMW. Мы готовы дать тебе, Антон, новый автомобиль. Например, BMW M5. Он для начала. Вот. Поэтому с BMW проблем. Мало BMW. Мало Мерседесов. У меня мало Мерседесов. У меня нет ни S-класса. У меня нет ни C-шки, ни NO. А нет, C-шка новая есть. Нет C-шки AMG. Ну, Мерседесов тоже нет. Так. 29 лайков. Магомед Магометов. Здорово, Антон. Как ты говорил, что хотел бы прокачать Jeep Grand Cherokee первого поколения? Слышал. Десятое место. Свободно. Надеюсь, обратишь внимание, ребята. Поддержите лайками, чтобы Антон заметил. Я думаю, мы свяжемся и посмотрим этот автомобиль. Если он будет не гнилой насквозь и не разваливаться на части. Потому что, когда автомобиль гнилой насквозь и разваливается на части, мы не имеем права его дорабатывать с точки зрения безопасности. Если мы сделаем так, чтобы он быстро поехал и тормозил, понимаете, он может просто развалиться на две части. Но это просто небезопасно. Вообще небезопасно ездить на гнилых автомобилях. Потому что, когда автомобиль гнилёт насквозь, структура его кузова силовая становится намного слабше. И в случае даже элементарного лёгкого удара машина может развалиться просто. Поэтому старые вёдра, конечно, это хорошо. Но надо опять же смотреть старые вёдра на гниль. Гниль может появиться в результате некачественного ремонта. Ну просто, знаете, там что-то делали, машина сквозь прогнила. В результате неправильных засоренных водостоков и ещё чего-то. Вот этот Мерседес проржавел из-за того, что у него там водостоки. Проблемы были с водостоками в автомобиле. И получилось так, что мы сначала приняли автомобиль героя передачи, а потом пришлось купить ему другой автомобиль. За свой счёт. Замечательно. Откуда ты берёшь деньги? Зарабатываю. Данил Смирнов спрашивает. Так. Давай, Гелика. Спасибо. Я постараюсь, чтобы на следующей неделе видео начали стабильно выходить. Так. Антон. Миша Салимов. 6 лайков. Антон, хотелось бы спросить, снять видео для начинающих водителей 18-20 детних. Какие авто в среднем бюджете или рассматривать? Куда смотреть? Стоит ли покупать старые ТАССы или БУ иномарку? Как ездить? Какую мощность авто рассматривать? Ребята, поддержите лайками. Думаю, очень актуальная тема для нас. Часто слышу, какой авто брать как первый автомобиль. Всё-таки Жигули, который попроще, либо иномарку. Всё зависит от вашего бюджета, от того, как вы разбираетесь в автомобилях. Поэтому я считаю, что если вы хотите разбираетесь в автомобилях, вы можете позволить себе купить иномарку правильно. Самое главное – позволить правильно её выбрать. Сто процентов иномарка. Просто по одному простому причине – иномарки очень безопасные автомобили. Поэтому девятки, копейки, шестёрки – это всё хорошо. Это наше прошлое. У нас и ностальгия, шаха, девятина – это всё. Но надо отдать должное – они небезопасны. Особенно, если вы учитесь ездить. Например, ну, могут быть аварии. Поэтому я считаю, что здесь безопасность очень важна. Даниил Тараканов, 14 лайков. Когда ты порадуешь нам с проектом «Тачка на прокачку», название будет «Из грязи в князе». Я надеюсь, что первые выпуски выйдут в декабре. Дальше, значит. 21 лайк. Антон, почему не продолжай снимать рубрику «Легенды 90-х»? Все ждут 140-й Mercedes и Grand Cherokee. Очень интересно было посмотреть какой-нибудь Lincoln Town Car. Спасибо. Значит, 140-й будет. Cherokee, я думаю, что мы, может быть, выберем. И все-таки найдем не гниль. Lincoln Town Car. Если у вас есть Lincoln Town Car, пишите мне в комментарии на почту. Автомантест снизу. И обязательно сделаем трид-драйв. Машина мне очень нравится. Рамный автомобиль. Рамный, комфортный седан. Шикарный автомобиль. В общем, я думаю, я ответил на все ваши основные вопросы. Все хорошо. Все идет у нас своим чередом. Возможно, у нас проблемы со сроками. Но я думаю, мы выберемся из этой ситуации. И успеем все сделать вовремя. Все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки. И до встречи. Расскажи про свой автомобиль. Вот расскажи мне. Я прям взял и показал. Во-первых, это тонированная пятерка BMW. Да, ростовская, что немаловажно. Ростовская пятерка. Во-вторых, я вижу, что она занижена. Причем, я так понимаю, что не из-за того, что там сидит много народа, да? Нет. У нее занижено... Спереди стоит занижение. Три с половиной. Угу. Из грязи князя. Какое твое мнение об этом проекте? Что ты вот сейчас увидишь? Что тут происходит? Я ожидал увидеть хуже. Но я вижу, что работа кипит. И машины, которые вот на самом деле, уже им пора было на свалку. Сейчас им Антон со своей командой дает вторую жизнь. И это очень круто. Я не ожидал увидеть здесь уже вот такую кипящую работу. И очень понравился подход к проекту. И подбор автомобилей. Я не знаю, кто выбирал. Этот человек будет заниматься музыкой. Вы, наверное, представьте, как тебя зовут. Александр Винников. Компания Loud Sound. Вот. Он будет заниматься музыкой, настройкой, установкой. То есть, он основной по музыке, по акустике и по всему остальному. На данный момент он строит конфигурации для автомобиля. И то есть, все музыкальные моменты, мониторы, колонки и там все остальное будет идти через него. Ты рад? Я очень рад. Я надеюсь, у нас будет очень плодотворное сотрудничество. И мы не подведем Антона и сделаем в уровень всему тому, что Антон задумал с подвеской, с кузовом и салоном. Мы постараемся сделать музыкальную составляющую не хуже, а может быть даже лучше. Смотри, ну давай теперь, чтобы как бы видеодневник не был пустой, расскажи про свою пятерку BMW. Это 525, да? 523 она называется. 523, 2.5 Atma. 6 и так далее. Еще год какой? Конец 2011 года. Ну вот и в декабре будет 4 года. Ну раз уж ты занимаешься... Слушай, а шумоизоляцию положили, да? Полная шумо-виброизоляция. Что-то дверь легкая просто, нет? Музыка в машине. От музыки добавилось 300 килограмм. Плюс 300, да? Да, у нас здесь кое-что в стадии... Работки. Ну еще в стадии установки. Вот здесь у нас будет закрыта акустическая ткань. Все итальянской. Здесь у нас уголки, конечно, еще встали. А на что это? На звуковое давление? На качество? Это громкий повседнев. То есть здесь не... Ну включи громкий повседнев. Вот так вот. Сейчас мы... У тебя что-то не работает? Так это уже меня настораживает. У нас есть обзор и подготовки этой машины. И как бы уже в рабочем состоянии. Но сейчас мы ехали и везли обшивки Антону. Поэтому мы с багажника выгрузили сабвуферы. Мы можем сейчас показать у нас силу. Это дополнительный аккумулятор? У нас три АГМ аккумулятора стоит. Вот эти с пусковым током 4000 ампер. Для сравнения камазовский. У него пусковой ток 700 ампер. Здесь каждый по 4000. На камазах тоже крутая музыка стоит, да? И этот 3000. На камазах надо запускать моторы. Здесь у нас надо запускать двигатели. Вот там у нас стоят усилители. Здесь демонтировано пока сабовое звено. Здесь у нас стоит большой короб. Еще один усилитель на нем стоит. Ну сейчас нельзя включить даже что-то хоть примерно. Мы можем включить. Сейчас будет очень громко. Но это к сожалению будет без низкочастотной. Короче включай. Не на полную мощность. Ну давай. Без высоких. Ну давай. Вот я вот сюда встану. Будет это слышно или нет? Ну что-нибудь такое не попсовое. А то мне... Потом нам придется отойти вон туда куда-нибудь далеко. Чтобы то же самое так же будет слышно. Нормально. У тебя даже айфон вот закрылся с таким звуком. Что эхо на всю музыку было. На всю улицу понимаешь было эхо. Про эту машину очень много можно рассказывать. И про нее еще не было полного обзора. Мы снимали только процесс пока. А почему у вас так спинки? Это как спортивный стиль езды какой-то? Нет мы тебя ждали. А я понял. Хорошо. В комфортном режиме. У нас есть видео. К сожалению не без косяков. Эта музыка ломает нам машину. У меня отвалилась уже вот эта штука. Здесь аварийный знак остановки. Аптечка которая была. Все вывалилось. Да у меня заедает замок. И на самом деле надо попроще делать бас. Да вот. Можешь посмотреть. Это как серпом по яйцам владельцам BMW. Мы прямо в кузов вкручиваем номер. То есть номер вибрировал. Его выбивает просто. Ты знаешь мне нравится эта машина внешне. Она такая без понтов. Мне даже не кажется 20 диски были бы лишние. Вот она какая-то вот такая вот особенная. Очень хвалят. Очень хвалят. Особенная. Рисунок очень достойный. Слушай а вот как сказалось. Расскажи как сказалось. Вот плюс 300 килограмм на динамике автомобилю хватает. Ну я не езжу так. Ну драгрейсингом не занимаюсь. По трассе на ней очень комфортно ехать там. Какой драгрейсинг и BMW о чем ты говоришь. 240 она набирает. Ну посмотри. Я думаю что очень даже хорошо на Vossen она смотрится на 20. Ну Vossen это классика жанра уже на самом деле. Скажи ну вот мы сможем раскачать проект по музыке нормально. Ты сможешь вот. Ты думаешь вот как вот все что ты увидел. Машины конфигурации. Будет круто да? Я думаю что они будут разные. И мы каждой машине у нас индивидуальный подход. Какая-то будет классический обычный повседнев. Какая-то с упором на громкость. Какая-то с упором на шик на дороговизну. И на концертное выступление некоторых. Да я думаю мы и стратку поставим в некоторые автомобили. И в любом случае у нас индивидуальный подход будет каждому автомобилю. И поэтому у нас нет права на ошибку здесь. Проект очень мало того что интересно. Он очень патриотичный. Это же наш ответ. Ну я понял. Он должен быть вау. Я если честно сам очень волнуюсь. В общем но тем не менее работа кипит. Все нормально. Что? Давайте пойдем дальше. Приступим за работу. Пойдем работать. Так и так. Здравствуйте дорогие друзья. Я немного халтур. Я могу вам признаться в том что не успеваю снимать полноценные тест драйвы. И вот таким образом выкладываю ответы на вопросы. Я сохраняю ритм выхода видео. Регулярность выхода видео. Мы сейчас снимаем очень много. Я надеюсь скоро контент моего канала наладит сериал Геленлаген. Потому что у нас у меня проблемы с регулярностью из-за того что вы видите на заднем плане. Постоянно снимаем. Мы круглосуточно снимаем. У нас семь операторов. И помимо того вот когда ты снимаешься целый день. Ты еще должен в конце дня сесть в машину и сделать тест драйв. А это очень сложно. Это эмоционально. У тебя не хватает эмоций. Ничего. Потому что ты очень устал. Потому что на данный момент у нас здесь Skyline 33. 140-й Мерседес. У нас УАЗик Козел. Посад B3. 39-ка делается. Ford Scorpio. То есть копейка. И там еще стоит. У нас кстати осталось одно вакантное место. Поэтому мы сейчас думаем какой автомобиль мы возьмем. Сейчас вы видели значит некие моменты из видеодневника. Так скажем. Думаю может быть они вам будут интересны. Из того что здесь происходит. Как это бывает. В общем. Людей которые будут заняты на проекте. Это на мой взгляд одни из самых лучших в своем деле. И люди которые будут заниматься салоном. И люди которые будут заниматься музыкой. Трансмиссией. Кузовом. Все вы с ними познакомитесь с течением моего видеодневника. Некоторые всплывут когда в сериях с Геленвагеном. Вот. Вот. Поэтому. Эти персонажи достаточно будут известны. Надеюсь они вам понравятся. Они вам будут интересны. Вы наконец то увидите что такое настоящие специалисты. И как они работают. Потому что все таки люди которые будут в этом проекте сниматься. заслужили себе положительную репутацию. И это вовсе не является рекламой. И вы все их прекрасно знаете. Сейчас я не знаю какой видеодневник я ставлю. Но тем не менее. Кто то в общем то из них будет. И так. Значит я сегодня отвечаю на ваши вопросы. Первый источник ваших вопросов это мой инстаграм. Кстати подписывайтесь. Ссылка снизу. В инстаграме у меня 575 вопросов. Первый вопрос. Макадон Сергей. И ты не считай что из-за большой паузы и отсутствия интересных видео на канале. Люди начнут канал. Люди начнут канал. Начнет сдавать обороты. С ошибкой немножко написано. Не слишком большая пауза и затишь. И дело в том что я всегда позиционировал. Свой канал как хобби. То есть. Доход. Ютуба как то. Какие то. Я никогда не считал себя блогером. На самом деле здесь двоякая ситуация. С одной стороны. Сейчас я делаю очень много для канала. Но так как это нужно снимать. С сериями. Отдельно. Поэтому. Есть такая небольшая пауза. На прошлой неделе я выложил два тест-драйва. Это Lada Vesta. Новая. И Lada Kalina NFR. Достаточно много просмотров. Очень хорошие отзывы. Естественно когда за миллион переваривает видео. Как это случилось с Vesta. Начинаются негативные комментарии. Вот. Почему ты не любишь тазы. Почему ты не любишь так. Зачем ты так. Значит ее немножечко как то. Даже я слышал. Зачем ты унижаешь российский автопром. Я не унижаю. Я просто показываю очевидные вещи. Если есть заусенцы. Мы крупным планом показываем эти заусенцы. Я о них говорю. Вы сами можете понять как это влияет. Ну если вам. Значит вы выкладываете 650 или 700 тысяч рублей. И вам будет дан автомобиль заусенцами. Я думаю это может быть какое-то неуважение к покупателю. Потому что заусенцев. Таких как я видел на Vesta. Ну не знаю. Не делает наверное никто. Вот. Это первое. Второе. Возможно это был первый автомобиль. Собор не очень качественный. Я об этом видео сказал. Поэтому я думаю что. Как только видит первый серийный образец. Мы обязательно снимем сравнительный тест драйв. Мы возьмем Kia Rio. Мы возьмем. Hyundai Solaris наверное брать не будем. Мы возьмем полу седан. И например лого. И сравним. И реально там крупным планом. Я покажу. Шумоизоляцию в салоне. Возьмем шумомер. Я погазую в салоне например. В Vesta. И потом сяду например в полу седан. Или там в Kia Rio. И тоже погазую. Мы покажем визуально разницу в шумности. Я надеюсь что серийные образцы. Которые будут поступать в серию. Будут намного лучше собраны. Опять же я об этом говорю. То что на данный момент у автомобиля потрясающая. Управляемость. То что дизайн. Нельзя назвать скучным. Унылым. Его обсуждают. Мне кажется это уже огромный прогресс. Но мы опять же не знаем сколько было денег потрачено. В создании этого автомобиля. В общем я реально за то чтобы. В России был хороший. Интересный автомобиль. Я думаю работники АвтоВАЗа. Которые посмотрели возможно мой тест драйв. Тоже как то. Может быть не были довольны. Вот. Но к сожалению. Я не могу врать. И сказал. Так как все это было. Если плохая шумоизоляция. Это действительно плохая шумоизоляция была. Так. Дальше. Почему гелик под 63 не сделал. Ну на данный момент еще рано говорить о том. В какой стайлингу будет сделано. Потому что вы не видели все серии. Вот. И если например я выкладываю некоторые скрины в инстаграм. Это значит что это не финальное. Это было снято давно. И они будут выходить по очередности. В этих сериях я прямо в подробности буду рассказывать о том. Как я покупаю какие то вот детали. Как мы настраиваем мотор. Что случилось с мотором. Вся история создания этого геленвагена. Вот. То есть она будет показана из глубины. Я думаю даже может быть слишком много личных вещей каких туда засунул. Но я думаю вам будет интересно. И мы будем читать полностью все затраты на автомобиль по созданию. Потому что всем будет интересно. Сколько будет стоить переделать геленваген из обычного старого в новый. На который будут засматриваться все окружающие автомобилисты. Я думаю он вызовет такой эффект. Потому что автомобиль действительно получился уникальным. Нафига столько тестов тазов. Когда будут тесты Toyota Camry 40 Outlander XL. Все выходит по мере их появления новинок. Вот. Значит. Я бы еще очень хотел сильно протестировать. Значит. Новый Duster обновленный. Было бы интересно посмотреть на полу седан. Чем он изменился. Но я думаю это будет в сравнительном тест-драйве. Интересно было бы поездить. Кстати мы это можем сделать. На Сантера на роботе. Вот. У нас появился новый Kia Ceed с новым мотором. Мы опять же на роботе. В России начал продаваться. Это тоже достаточно интересно. Вышло много новинок. Поэтому. Опять же было в интересе мне Ford Mondeo например. Что там. Audi Q7. Очень много автомобилей. Они все новые. Несмотря на то что они из разных. Некогда ценовых категорий. Но они всем будут мне кажется интересны. Доброго дня. Для из грязи в князи. Все машины набраны на апгрейд. Я вам могу сказать что у нас есть еще одно вакантное место. Потому что некоторые автомобили которые мы рассматривали. Мы вроде как с ними определились. Но когда начинаешь смотреть. Ты понимаешь что проще купить новый автомобиль человека. Но передача возможно из этого не получится. Потому что. Некоторые автомобили буквально нельзя поднять на подъемник. Они могут сломаться посередине. Если ну проламливаются места. Снизу днище. Поэтому это просто. И грубо говоря. Напихивать туда электронику. Музыку. Ставить колеса. Подвеску. Резину. То есть. Ну это не будет. Нет никакого смысла. Потому что она через полгода в принципе. Под этим весом сама и развалится. Так. Антон. Что насчет GDM в вашем проекте тачка на прокачку. Будет ли делать чисто корч. Ну будет один корч. Вот. Он будет японским. Ну я думаю будет интересно. Но я пока не хочу рассказать всех секретов. Иначе потом будет неинтересно смотреть. На данный момент. Кстати. Хотел сказать. Мы не испытываем проблем с партнерами. Мы. Набрали много партнеров по запчастям. По материалам. Даже по покрасочным материалам. По дискам. Были слухи о том. Что там какая-то угроза создания проекта. То что не хватает денег. Финансирование. Пока мы не сделали 10 машин. Но пока примерно. Все выходит. Все выходит не так страшно. Как я думал. Вот. Но. Рано говорить. О затратах. Моих. Пока мы не сделали полностью 10 машин. Потому что машины. Я вам расскажу честно. В отвратительном состоянии. Половина из них приехала на эвакуаторы. Хотя заявлялось то. Что эти автомобили ездят каждый день. И без проблем. Когда я говорю человеку. Пригоняя автомобиль. Там на такую-то. На такую-то улицу. Машина приезжает на эвакуаторе. Добрый день. Антон. Хотел бы переехать жить в Москву. Да нет. Почему? Спасибо за интересные обзоры. Я. Все уверены в том. Что я переехал жить в Москву. На самом деле. Я нахожусь в Москве. На моменте создания проекта. Москва. Это. Считаю. Один из центров. Мировая столица даже. То есть. Один из центров. Мировых. Но. Все равно. Привыкаешь жить в провинциальном городе. Где ты из одного города можешь. Из одной точки города. Можешь заехать в другую. За. Двадцать минут. И когда ты здесь едешь. Пять километров.